Всем привет, ребята! Меня зовут Дима, я являюсь студентом факультета музыкального театра Российского института театральных искусств ГИТИС, мастерской заслуженного артиста РСФСР Герарда Вячеславовича Васильева. И сегодня я хочу поделиться с вами, ответить на ваши вопросы по поводу учебы, по поводу первого семестра, собственно, что это такое, с чем его едят. Дай бог это будет не скучно, а самое главное полезно вам. С вашего позволения я зачитаю те вопросы, которые вы подготовили. Возможно для меня, возможно для кого-нибудь еще. В общем, как началась учеба? Расскажи про первые дни, какие были эмоции, ощущения, впечатления от вуза, однокрупников с самых первых дней в театральном. Тут довольно-таки неоднозначный для меня вопрос, да и в принципе, как и все остальные, которые идут. Как началась учеба? Учеба началась довольно-таки прикольно, неожиданно, необычно для меня, так как я до этого заканчивал медицинский колледж, Орехово-Зуевский медицинский колледж номер три. Если кому-то интересно, тоже можете это все дело погуглить. Да, оттуда студенты, оказывается, тоже идут в ГИТИС. В чем прикол? Прикол как раз-таки был именно в том, что оказываться медиком в ГИТИСе, да и в принципе в театральном, особенно на музыкальном факультете, не в новинку. И для меня, как для человека, который пришел из медицины в театральное, довольно-таки было необычно встречаться с мастерами, узнавать весь этот учебный процесс, но об этом я расскажу немножечко позже. Самое необычное для меня было находиться на... да и в принципе существовать на одном и том же, так сказать, плане с такими великими людьми. Ну, потому что любой педагог, любой преподаватель в театральном вузе, да и неважно где, я считаю, довольно великими. Потому что неважно, выпустился великий артист или нет, главное, чтобы это был профессионал своего дела и делал свою работу грамотно и четко. Вот. Мои первые ощущения, это было что-то наподобие, ну, не то чтобы прям вау, а того, что, господи, для меня это все неизвестно, для меня это все неизведано. Кто эти люди? Интересно, насколько они меня превосходят в тех или иных навыках, это я так думал про своих однокрупников. Ну и, соответственно, я до сих пор так думаю, потому что в процессе учебы выясняется, что там кто-то сильнее в одном, кто-то сильнее в другом. И хочется как-то вот достигать этого уровня. В процессе, естественно, ну, опять-таки, тут как бы белая зависть. Вот. Впечатления от вуза, я могу только одно сказать, что вуз сам по себе классный, необычный. Видно то, что преподаватели, педагоги, мастера, просто вот все, кто занимается этим делом, они всем этим горят и переживают за тебя так же, как бы ты переживал за себя. Вот. Самое необычное, что было, так сказать, на первом же дне, так как мы начали где-то еще до первого сентября, и нас собрали так вот в полукруг, посадили перед мастерами. Стояла точно так же камера, я точно так же сидел, в какой-то период рассказывал, но рассказывал о своем прошлом, что бы я хотел рассказать, в общем, своим одногруппникам и мастерам, и что бы хотели обо мне узнать. Вот. И самое необычное, что ребята, которые выпустились у нашего мастера, то бишь это вот прошлый курс Васильевцев, тоже пришли, они смотрели, наблюдали за нами, и было довольно-таки необычно и волнительно рассказывать по поводу того, что вот ты так вот взял с медицинского, перешел в театральный. Но, в общем, каждый поделился своей историей, каждого ты узнал в какой-то определенной степени, потому что в дальнейшем, на протяжении вот этих шести месяцев мы узнали друг друга ближе, и могу прям смело заявить, что все-таки мы сейчас являемся более цельным курсом, нежели чем мы были вот первого сентября, ну и как бы до этого, когда мы только поступали, так сказать, прошли проверку огнем, водой и медными трубами. Хотя все еще впереди. Вот. Как обычно выглядел день в театральном ВУЗе, во сколько обычно нужно просыпаться, во сколько ложишься спать. Короче, как я понимаю, вопрос нацелен на то, можно ли отдохнуть. День в ВУЗе выглядел довольно-таки, ну, для меня сейчас это стандартно, тогда для меня было необычно, потому что, несмотря на то, что я закончил медицинское учреждение, я до этого еще успел поработать в медицинском стационаре, и поэтому я привык работать сутками. Но, как говорится, на протяжении шести рабочих дней, а то и семи, было классно погружаться. Вот реально те ощущения у меня контрастируют с тем, что у меня было до этого. Когда ты занимаешься творческим процессом с понедельника по субботу, а того и по воскресенье. Во крайней мере, вот пока сессия длилась, самое классное, что было, это вот если ты седьмой день используешь под учебу и используешь его не просто так. То бишь, не просто прийти и поговорить, а прям конкретная работа от и до. И, соответственно, вот вдохновление этим творческим процессом, это является прям хорошей такой подпиткой твоей мотивации для того, чтобы работать дальше. Во сколько я вставал, так как я живу за сотню километров от своего учебного заведения, я вставал где-то часов в пять утра, в шесть утра, вот. Для того, чтобы можно было на электричке доехать до Таганки, так как наш факультет располагается именно на Таганке, вот. И в среднем путь у меня занимал где-то два часа. Да, многие скажут, вообще дурак, как я на протяжении полгода это вытерпел. Ну, можно сказать только одно, что, в принципе, если бы меня не замотивировали мои же одногруппники, если бы меня не мотивировали все те ребята, с которыми я познакомился в процессе учебы, я бы этого, возможно, и не делал. Но в дальнейшем я переехал в общежитие, мне выделили, так сказать, мое местечко. И теперь добираюсь довольно-таки быстро, хотя все равно вставать нужно заранее. Ну, господи, на часик, на полчаса, а попозже. Но все равно эта роль большую играет, так как ложишься ты обычно там в час, в два ночи. Потому что параллельно у тебя обязательно вспоминаются какие-нибудь детали по поводу завтрашних этюдов, по поводу того, что ты не повторил какую-то из арии, либо же не прогнал свою программу по фоно, или же что-то нужно подучить по иностранной литературе, по сольфеджио и прочему. Соответственно, тут и другой вопрос наклевывается. Какие у нас предметы были? Это танец, это сценическое движение, сценическая речь, сольфеджио, фортепиано, вокал, актерское мастерство, английский, история, история зарубежных искусств, имеется в виду изобразительных, история иностранной литературы, культура речи, история русской литературы. В дальнейшем уже, как нам говорят на втором курсе, у нас уже будет и история русских и зарубежных театров. Поэтому, ну, все впереди. Но, по крайней мере, вот все те предметы, которые у нас были, вроде бы я как все назвал. Если посмотреть за эти полгода, что мне давалось труднее всего, это уже отвечаю на другой вопрос, скорее всего, танец. Потому что для меня, как для человека физически развитого, так или иначе, в той или иной степени, работая в медицинском стационаре, я могу сказать одно, что свою физическую форму, дай бог, я не убавил, но я очень сильно закрепостился, и именно танец это выявил, как никогда. Так как в один прекрасный момент, приходя на занятия, я понимаю, что у меня была недостаточная растяжка, она и до сих пор остается в том положении, что желать лучшего. Хотя, как сказал педагог, похвалил Александру Владимировну. Надеюсь, если вы смотрите это видео, то это вся похвала вам и вашей работе. Но я очень сильно продвинулся в этом плане, и несмотря на то, что это был для меня самый тяжелый предмет, я приложил максимум усилий к тому, чтобы развиться в этом направлении, раскрепостить себя, скоординироваться и связать воедино, потому что были у нас и такие маленькие проверочки на танце, связать воедино вокал, танец и какие-нибудь маленькие акробатические элементы, потому что подобное тоже было. Вот. Что приносило больше всего радости, скорее всего, сама учеба. Ну, как бы сами ребята, которые у нас по пути встречались, которыми являются мои одногруппники, которыми являются те ребята с других курсов, потому что, когда я пришел в ГИКИС, грубо говоря, как первачок, для меня было довольно-таки классным то, что неважно, с какого ты курса, неважно, первый ты, четвертый актер, эстрадник, музыкальный театр, абсолютно неважно, ребята абсолютно открыты, ты с ними можешь разговаривать, обсуждать те или иные темы, так как, так или иначе, вы все равно пересекаетесь в общих коридорах, стоять в молчанку и пялиться куда-нибудь в стенку, ну, по крайней мере, не по мне, да и, в принципе, не по духу тех ребят, которые находятся именно у нас. Это такая маленькая агитационная реклама, но, ну, по факту это реально. Все происходит именно так, потому что если ты дружелюбно настроен ко всем, то и общение завязывается само собой, оно само собой рождается, вот. И те люди, которые находятся, мастера, педагоги, одногруппники мои, друзья, которые с других курсов начинают появляться, они тебя мотивируют, и это не может не радовать, так как вы уже участвуете в одном, так сказать, творческом процессе, и сами по себе вы уже являетесь теми, кто находится на пути к становлению творцом, так как любой человек может стать артистом, главное этому соответствовать. Что я проходил на мастерстве актера? Расскажи о самых интересных же и запоминающихся заданиях. Тут я могу сказать только одно, что я этот вопрос оставлю немножечко под такой завесой тайны, так как, во-первых, у каждого мастера своя тактика ведения актерского мастерства. Кто-то начинает с наблюдений, кто-то начинает с ПФД, кто-то, в принципе, сразу же, может быть, устраивает этюды. Но могу сказать одно, что самым классным для меня было, это то, что наши мастера, не буду говорить за всех, но, по крайней мере, скажу за своих, что наш мастер даёт нам чётко осознать себя на сцене, свои возможности, и сфокусироваться на тех или иных зажимах, которые у нас появляются. Потому что актёра не может быть без зажимов. Зажимы есть везде. Выходишь ты на сцену, выходишь ты на показ для мастера, или же выходишь ты, просто показывая этюд, грубо говоря, который ты подготовил там за полчаса, за два часа, ну и если повезёт, то вообще там за два-три дня. Вот. Как часто приходил мастер? Строгие ли педагоги? Мастер, так как Герарх Вячеславович у меня ведёт вокал, то он периодически интересуется на самом же вокале, как у нас проходят занятия, но он и часто посещает нас на мастерстве, потому что когда ты работаешь, тебе, соответственно, интересно, это мои предположения по поводу того, что, скорее всего, он думает, но тебе интересно, как твои ученики учатся, как всё это дело проходит, может быть, есть какие-то вопросы, и, соответственно, мастер приходит довольно-таки часто. Много кто у нас с ним советуется, и неважно, как говорится, с курса Васильевцев ты или же просто зашёл поинтересоваться. Вот. Да, дело даже до такого доходит. Строгие ли у нас педагоги? Я не могу сказать то, что они строгие, так как если ты не замотивирован, то и смысл тебе приходить на занятия. Просто тут, возможно, играет та самая штука, когда тебе, если это нужно, то ты приходишь, ты работаешь, ты пашешь. Вот. А если ты, грубо говоря, к этому относишься как к очередной каторге, как к очередному занятию в школе, ну, извините, ребят, это не школа. Это далеко не школа. И поэтому нужно осознавать, понимать то, что каждому педагогу необходимо сделать из тебя вот что-то вот такое, где ты сможешь быть асом, профессионалом. Вот. Поэтому педагоги не строгие. Они понимающие, но, как говорится, если они знают, что ты можешь сделать лучше, то уж лучше послушать их замечания, их критику и принять это как должное. Потому что не всегда критика может быть приятной, не всегда критика может быть к твоему состоянию, в котором ты находишься сейчас. Может быть, ты злишься, может быть, ты грустишь. И человек, не зная этого, может произнести какие-то замечания в твою сторону. Главное, это не воспринимать на твой личный счет, а просто воспринять это так, что ты готов работать. И все, что говорит тебе педагог, все, что говорит тебе мастер, оно нацелено, во-первых, на твое развитие. были ли актерские тренинги, какие упражнения заполнились лучше всего, что было интересно и чем можно поделиться. Актерские тренинги у нас на самом деле проходят довольно-таки часто, так как поначалу они у нас проходили как основное, но в процессе мы сами себе вот собираемся с ребятами в коптерке либо в коридоре где-нибудь и если необходимо, то мы проводим тренинг на расслабление. Это вот самый кайфовый из тренингов, который только можно быть, особенно классный тренинг это тогда, когда ты выбираешь один из таких звуковых дорожек, где сначала ты подавляешься вот звуковой волне, такой вот чисто релакс, расслабляешь абсолютно полностью свое тело, чувствуешь, ощущаешь тех, кто находится рядом, можно даже как говорится делать это с закрытыми глазами и лучше это делать с закрытыми глазами, потому что в этот момент ты забываешь о том, что на тебя смотрит. Это вот необходимое осознание того, что ты должен абсолютно забыть, что ты постоянно под наблюдением. это для дальнейшей работы на сцене. Но с вашего позволения я продолжу дальше. И следующий вопрос, что проходили на сцене речи, сцен движений? Самое такое интересное, я скорее всего лучше расскажу про сцен движ, потому что то, что проходит на сцене речи, это, как мне кажется, такое сугубо индивидуальное занятие, потому что у кого-то есть проблемы с произношением звуков, у кого-то еще что-то, но это все лучше разбирается на отдельных этапах, хотя есть и групповые занятия, но на групповых занятиях я не буду рассекречивать. Опять покрою все это завесой тайны. Вот. А на сцен движений первый семестр, по крайней мере, у нас был нацелен на то, чтобы мы познали свои же возможности, узнали, что мы можем делать, какие-нибудь такие маленькие элементы в плане акробатики, но в основном был нацелен на познание тела, то бишь это какие-нибудь стойки на голове, стойки на плече, кувырки и прочее, пластические связки и в принципе предмет сам по себе довольно-таки интересный. Ну, как бы можно понять то, что я отдаю свой, так сказать, плюсик больше в сценическое движение. Вот. Но это не значит, что у меня есть какой-то отдельный любимый предмет. Нет, все предметы любимы, все предметы важны. Да-да-да, выкручиваюсь. Вот. Подружился ли я с кем-то на курсе, скучаю ли я по школьным друзьям? Хороший вопрос. С учетом того, что я школу закончил семь лет назад и получается три года назад я уже три года назад я закончил медицинское учреждение. Есть те ребята, с которыми я общаюсь до сих пор, но ввиду того, что каждый там кто-либо работает, кто-либо занят или же учится, ну, иногда просто встречаемся, общаемся. Есть такой маленький элемент того, что ты скучаешь по каким-то конкретным людям, не обязательно по школьной среде, и в принципе в дальнейшем проще запомнить, ну, это, возможно, мой философский подход, хотите придерживайтесь его, хотите нет, но самое такое забавное, что те люди, которые хотят с вами быть, они будут с вами на протяжении всей остальной жизни, это не значит, что нужно их сразу же кидать, не общаться с ними, нет, просто если человек поддерживает должный интерес к себе и интересуется тобой в должной мере, то он будет на протяжении многих лет, я могу это сказать, так как мне все-таки 24 и вот на протяжении всех тех семи лет, которые я нахожусь вне школы, у меня до сих пор есть те друзья, которые еще остались, так сказать, со школьной скамьи и довольно-таки забавно спрашивать о том, как изменилась у них жизнь, как в принципе все у них обстоит, но и тех ребят, которые в медицинском колледже у меня были, я их не забываю, ну вот, и немножечко про одногруппников, я про них не забыл, подружился ли я с ними, естественно, так как в той или иной степени, дай бог, если они будут смотреть это видео, они поймут, что я, дай бог, дружелюбно настроен ко всем, вот, так как я опять-таки считаю их профессионалами своего дела и многому чему я научился, благодаря им, и, соответственно, очень классно, когда в группе, соответственно, что у нас есть такие доверительные, теплые отношения, даже несмотря на какие-либо маленькие разногласия. Вот, есть ли вообще свободное время от учебы и выходные? Свободное время от учебы? Ну, артист, на то и артист, то, что он занят 24 на 7, есть просто те моменты тогда, когда ты можешь посвятить себя своим друзьям или семье. Вот. Даже не знаю, как сказать сейчас так более конкретно, но можно сказать одно, что на выходные, вот, пока я записываю это видео, у нас сейчас вот после сессионной каникулы, ты возвращаешься домой, ты возвращаешься к друзьям, тем же самым к семье, к семье я имею в виду родителям, не подумайте, я не женат, а-ля самопиар. Вот. Но самое забавное это то, что когда ты приезжаешь домой, это классное ощущение после тяжелой такой вот рабочей недели вот творческой, ты приезжаешь домой и тебя встречают с распростертыми объятиями, ты уже начинаешь ощущать вот эту ценность, ценность тех взаимоотношений, ценность в принципе того, что что такое семья, что такое друзья. Вот. Но не будем долго насчет этого размусоливаться. Перейду к следующему вопросу. Как раз таки, есть ли у студентов театрального время на личную жизнь и отношения? Есть ли время, чтобы проводить его с семьей? Я не могу сказать по поводу личных отношений, так как я посвятил себя по большей части учебе и в данный момент у меня нету ни девушки, ни, так сказать, ни с кем не помолвлен, ни женат. Благо. Вот. Почему благо? Потому что для себя я пока что считаю, что пока я учусь, для меня лучше посвятить имена учебе. Но я могу посвящать свободное время друзьям, тем, кто у меня, так сказать, одногруппники мои, тем друзьям, которые были у меня до поступления в театральный и, соответственно, семье. Да, время так или иначе оно есть. Даже если буквально это сколько, час, два от силы и если есть желание встретиться, увидеться, ты все равно приезжаешь, ты все равно видишься, сидишь, отдыхаешь и на такой маленький перерывчик. Но вот в данный момент я вот приехал к себе домой и довольно тепло провожу. Классно. Время. А глазки забегали. Вот. Как тебе сама атмосфера в театральном вузе? Дружат ли курсы между собой? Поддержат ли друг друга? Атмосфера в театральном, да в принципе в ГИТИСе довольно классная, так как неважно с какого факультета, я об этом говорил ранее, ты со всеми видишься, со всеми перекликаешься, каждого встречаешь, неважно, находишься ты на Таганке, находишься ты на Арбате, находишься ты в учебном театре или где-то еще, но все равно эта среда довольно-таки узкая и поэтому встречаешь тех или иных ребят с курсов, которые там старше тебя, которые вторые курсы, четвертые, или же те, которые поступили вместе с тобой в этом году. И самое такое прикольное, это то, что тебя никаким образом не ограничивают, тебя не тыкают в то, что ты там, я не знаю, первачок, просто как-то оно само по себе вроде как родилось и ты приходишь и такой, ну, ребят, здравствуйте, я вот там такой-то, такой-то, и, как правило, нет вот этого осуждающего взгляда, нет, просто ты начинаешь интересоваться тобой, ты начинаешь интересоваться ими, и общение само по себе завязывается. по поводу того, что там, предположим, вот у нас наш курс делит Каптерку с другим курсом, второй курс это Дмитрия Александровича Бертмана, и можно сказать, что даже вот несмотря на то, что мы начали год, так сказать, остороженно, ну, просто мы не знали, чего ждать, можно сказать только одно, что ребята сами по себе позитивные, прекрасные, и мы друг с другом, так сказать, перекликаемся, коммуницируем, но в том числе и с другими курсами, потому что так или иначе тебе по-любому на мастерство либо на сценическую речь либо на сцену ВИШ нужен какой-нибудь реквизит, и, так сказать, увидев часть вот этого реквизита где-нибудь в Каптерочке или же в аудитории, где проходит мастерство у других курсов, ты приходишь и конкретно говоришь, что, ребят, там, могу я занять у вас вот эту вот штучку там на время, соответственно, ну, как говорится, никто не жадный поделится, главное, как говорится, все возвращать на место, потому что потеряшек никто не любит. Так, чего я не ожидал от учебы, что было самым неожиданным? но для меня неожиданным было в принципе все, потому что, да-да, я опять повторюсь, я все-таки поступил в ГИТИС с медицинского, да и в принципе с работы в медицинском стационаре, и я смотрел на этот мир, да и смотрю до сих пор вот такими вот глазами, когда ты ходишь, такой, а-а-а, что это такое? И это довольно-таки классно, как бы не от того, что это что-то прям необычное в плане того, что я этого боюсь, нет, для меня это все интересно, я смотрю на все это с горящими глазами, и я вижу, что другие ребята точно так же, так сказать, начинают загораться, ну и в принципе они горели до этого, что-то я решился других судить. Чего я не ожидал от учебы? Такого в принципе нету, ну не знаю, может быть это, я такой прям мистер очевидность, но само по себе, когда ты учишься в театральном, мне кажется, это должен быть готов ко всему, как к травмам, которые так или иначе бывают, случаются случайные же, или бывает то, что по своей же упертости ты там как-то не так упал, не так встал, но опять-таки это упорство до добра не доводит, поэтому нужно соизмерять себя, свои силы, да и в принципе иной раз доверять партнеру, потому что ребята просто так, как говорится, не советуют, да и в принципе педагогу, так как так или иначе, если ты наносишь сам себе травму, это опять-таки немножечко про сцену движ, опять-таки это значит, что ты подставляешь педагогу под удар, потому что он в один прекрасный момент может заинтересоваться каким-нибудь другим человеком и объяснять ему связку, а ты в этот момент по своей упертости и уверенности решил там сделать какую-то штуку, ну в общем, грубо говоря, чего-то такого неожиданного нет, но находишься во все ожиданиях. Так, в чем ожидания не оправдались? Знаете, такого скорее всего нет. Просто нет. Ну, по крайней мере у меня, потому что я считаю так, что я попал именно на тот курс, на который я хотел, к тому мастеру, которому я хотел, и с теми ребятами, с которыми прям в кайф работать, с которыми суждено быть, да, немножечко фатализма, но само по себе это вот классное ощущение того, что ты просто находишься на своем месте и каких-то особых таких розовых очков на тебе не было, тебе не нужно их снимать, тебе не нужно там что-либо делать. Ты просто вот находишься там, где тебе комфортно, тебе хорошо и соответственно нету таких ожиданий, которые не оправдались бы. Опять-таки, если они не оправдались, значит либо завышенная планка, либо просто ты еще не достиг того уровня, на котором можно это все дело делать и твоя задача именно его достичь. Но это по моему мнению, можете меня раскритиковать как угодно. Вот. Так, так, так. Как проходила сессия, какие зачеты экзамены, сколько приходилось к ним готовиться. Могу сказать сразу, что готовишься ты к ним на протяжении вот всего семестра, иначе бы это не называлось очной формой обучения. Я в этом плане дико не завидую ребятам заочникам, которые приходят и с бухты барахты начинают вот весь семестр укладывать себе там в две-три недели. но ты готовишься на протяжении всего семестра и сессия это всего лишь как контрольная точка, что ли, к тому, чтобы идти дальше, чтобы понять, чего ты можешь, чего ты не можешь, потому что когда ты сдавал на сессии предметы те же самые, там, актерское мастерство, сценическую речь, сценическое движение, танец, другие предметы, ты все равно понимаешь, в чем ты хорош, в чем ты облашался, или же там, что нужно доработать. И помимо того, что тебе мастер на это укажет, у тебя есть еще свои замечания, и если уж ты прям доверяешь своим одногруппникам, если ты доверяешь их мнению, то, соответственно, прислушиваешься еще и к ним. Вот. Так или иначе, очень полезно слышать критику по поводу себя ото всех, и не важно, пришел этот человек с другого курса, пришел твой мастер, или же, как чаще всего бывает, кафедра сидит перед тобой, и если ты спрашиваешь замечания, то, соответственно, как правило, тебе сам мастер может об этом сказать. Так как очень редко, по крайней мере, я не помню за эту сессию, чтобы кафедра сама говорила тебе, какие у тебя личные незачеты. Обычно это все ты можешь обсудить дело лично с мастером. А так, что у нас было? Как обычно, это танец, сценическое движение, сценическая речь, актерское мастерство, и те предметы, которые у нас были в этом семестре, основа российской государственности, английский язык, фортепиано, сальфеджио, если я не называл английский язык, то я опять его называю, культура речи, иностранная литература, истории изобразительных искусств иностранных, ну и, собственно, вроде как все. три самых лучших и запоминающихся момента за эти полгода. Лично для меня они, скорее всего, больше связаны с подготовкой. Вот конкретно классное такое ощущение, хотя я очень хотел в этот момент отдохнуть, я очень хотел домой, я очень хотел есть, спать и так далее, вечно голодный и вечно хотящий спать, те моменты, когда ты готовишься к тому или иному предмету. Вот уставший, весь зачуханный, как только можно и нельзя, но это прям кайф был. Второй момент, точнее, даже нет, он, скорее всего, первый, потому что он самый первый появился, это вот как раз-таки, когда я рассказывал, когда мы собрались группой еще до первого сентября, где мы рассказывали друг другу о себе и параллельно это рассказываю как мастерам, так и прошлому курсу, который, соответственно, выпустился. Было довольно-таки, потому что волнительно и довольно интересно, потому что ты наблюдаешь за этими взглядами, так сказать, немножечко за титаническими и уже начинаешь как-то осознавать себя, что вот в скором времени ты будешь работать как с ними на одной площадке, дай бог, так и с теми ребятами, кто находится позади тебя, потому что ты выходишь вперед и вот сзади буквально так вот располагаются все твои одногруппники. Вот. Ну и третий момент, это скорее всего тот самый послесессионный момент, когда ты сдаешь последний зачет и подходишь лично к мастеру спросить какие-то там недочеты, какие-то задания, может быть, если, конечно же, дают, но по-любому дают, тут как бы не стоит отчаиваться, завалены работой будете все время, это прям реально кайф, потому что ты в этот момент ощущаешь какое-то вот особое настроение, особый вайб, где ты понимаешь, что не просто так ты сюда пришел. Так. Самые эмоциональные тяжелые воспоминания за первый семестр учебы был или момент отчаяния? Момент отчаяния был и не раз, особенно тогда, когда ты Ты во время сессии сидишь и прогоняешь всё, абсолютно всё. От твоего этюда и ни одного до связки сценического движения, до танца, бывало и так, да, плюсом сценическую речь. Потому что ты сидишь, у тебя в голове стих, тут ты как-нибудь танцуешь или же повторяешь, какую связку тебе нужно сделать. Но, по крайней мере, вот в этот момент, просто вот, когда тебя это всё наваливает. Спасибо ребятам, которые дают вот этот момент эмоциональной разгрузки. Спасибо всем тем педагогам, которые, соответственно, видят, что ты начинаешь гореть. Гореть не в плане того, что глазами ярко погружаясь в работу, а гореть в плане изнутри. Вот, и, ну не знаю, как-то вот такие эмоционально тяжёлые моменты обычно перебиваются теми, кто находится рядом с тобой. По крайней мере, очень классно, когда такое есть, потому что вот у нас на курсе подобное происходит и очень радует того, что, ну, мы как-то стараемся друг друга поддержать в той или иной мере. Ну, кто больше, кто меньше. Чему я научился за первый семестр, что узнал новую про актерскую профессию, главные выводы от учёбы в первом семестре. Собственно, что я узнал по поводу актёрской профессии, это, может быть, прозвучит для кого-то не в новинку, но, опять-таки, это твоя готовность работать вне зависимости от твоего состояния, вне зависимости от того, как у тебя было распланировано время. Умение жертвовать – это то, что определяет, как мне кажется, тебя как профессионала, потому что, наблюдая за педагогами, наблюдая за мастером, наблюдая, в принципе, за всеми остальными ребятами, тот момент, когда ты умеешь жертвовать личным временем для получения пользы в твоем же ремесле – это кайф, вот, и это определяет тебя уже как актёра, так сказать, твой актёрский характер. Чему я научился за первый семестр? Лично для меня – это доверять другим и ощущать тех, кто находится рядом с тобой, потому что до этого я полагался только на себя, ну, это ввиду моей специфики работы прошлой, так как, когда ты работаешь в стационаре, тогда, когда ты работаешь даже на скорой помощи, да, было и такое дело немножечко, так правило, ты полагаешься на себя, потому что у человека, как правило, есть такое свойство, как забывать, что-то там опускать в плане тех же самых деталей, но тогда, когда ты можешь расслабиться, доверившись своей группе, доверившись своему партнёру, своему мастеру – это самое классное. Если бы я снова мог вернуться в первое сентября и дать себе совет по поводу учёбы, то, скорее всего, это был бы совет, который прозвучит довольно банально и по названию мюзикла, который у всех на слуху. Это «Ничего не бойся, я с тобой», потому что бояться во время учёбы в театральном нечего, точнее как, есть чего. Главное – правильно осознать этот страх и понять, почему он у тебя возникает. И умение, как я говорил ранее, довериться другим, потому что всё то, что оно идёт, я не могу сказать, что я прям-таки боялся учёбы. Нет, я очень жаждал того, что у нас начнётся, оно, соответственно, началось и пошло дальше, ещё как пошло. Но самое классное – это было то, что просто на момент с 1 сентября и по сегодняшний день, тогда, когда я на каникулах могу осознать весь этот период, очень классно. Видеть то, как ты вырос. И поэтому реально совет – это вот эта вот говорящая фраза, что «Ничего не бойся, я с тобой». Просто, как говорится, верь в себя и в свои силы. Вот. Возможно, я и так уже много чего наговорил, того, чего следует, того, чего нельзя. Вот. Поэтому, ребят, я каждому хочу пожелать удачи на поступлении. Соответственно, всех ждём вас в ГИТИСе. Если будет музыкальный театр, то, соответственно, курс Васильева. Вы уже знаете одного оттуда, возможно, не одного. Поэтому всем удачи. Дай бог, ссылочки будут прикреплены в описании на наш инстаграм-канал, потому что на других площадках мы особо пока ещё не разместились. В общем, повторяюсь. Всем удачи. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok